Я думаю, что то, что происходит в Европе, к сожалению, к большому не сильно влияет на нашу страну. Давайте смотреть на все вопросы через призму нашей Родины, России. Мы никак не можем войти в этот как следует и занять свое место, хотя как мощная страна и как сырьевая база, и как просто экономическая страна уже сегодня абсолютно соответствует и по богаче огромному количеству. Но, тем не менее, нас внутрь не пускает. Мы продолжаем все быть, так сказать, полунаблюдателем, из окошка подглядывающим или посмотреть, что там происходит. Но, тем не менее, вот печальные истории, когда одна страна может потянуть всю Европу вниз, и чем меньше страна, тем больше проблем, она есть. И каким-то образом великие экономисты должны решать эту проблему серьезно, потому что единая валюта, как видите, дала, так сказать, трещины в каких-то местах. И если бы не сегодняшняя Германия посыпала бы все с таким страшной силой, мощнейшая страна Германия, мощнейшей экономикой, стабильной экономикой, сдерживает практически всю Европу. Потому что в очереди стоит не только Италия, в очереди стоит уже и Испания, и печальные, так сказать, маленькие там всякие Кипры и так далее. Поэтому, так сказать, хвататься за все углы очень трудно. Всем миром вытаскивать одного, который не хочет, не может или у него не получается с экономикой, как там Греция, например, которая так и не может выправиться государственно. И эти, так сказать, при парке мертвому сократить там на 15% зарплату никому ничего не дадут. Это очень серьезные вещи. Поэтому такое вот экономическое соседство и братство, оно может потянуть очень сильно. Хорошо это или плохо, пока мы видим все недостатки. Как они выправятся из этой ситуации, неизвестно. Но некоторые страны уже собираются просто открывать свою валюту, несмотря ни на что, и хотя бы хоть как-то оградиться. Они не понимают, что...